От такого зрелища у прохожих рябит в глазах. Конечно, бизнесу необходимо заявить о себе. При этом мало кто задумывается об эстетической стороне вопроса. А потому на одной стене красуются и маленькие вывески, и огромные баннеры. Теперь в правилах благоустройства четко прописано, какой высоты и размеров должны быть подобные конструкции. Важно, чтобы размещенные на одном здании, все они были сделаны в единой концепции. Например, максимальный размер вывески не должен занимать больше половины витрины. Пока в некоторых магазинах ситуация иная. Особое внимание исторической части города. У нас есть историческая часть города, есть объекты культурного наследия, где не должно быть вакханалии среди предпринимателей, которые как бы захотели, так и сделали бы наружную рекламу или вывеску. Народные избранники отмечают. К ним поступают обращения от горожан. Световые табло ночью светят прямо в окна. В правилах благоустройства прописано. Подсветка должна быть не мерцающей, свет приглушенным. А подобные штендеры теперь имеют право выставлять только точки общепита с указанием меню заведения. Эти изменения вызвали единодушное одобрение депутатов. А вот вопрос о схеме размещения нестационарных торговых объектов народных избранников разделил. Городские власти предложили исключить из схемы сразу 307 точек. Исключение из схемы 307 объектов. В том числе 108 киосков и павильонов долгосрочного размещения. Из них фактически установлены 46. И 199 нестационарных торговых объектов сезонного размещения. 129 невостребованных сезонных торговых объектов, которые были невостребованы в ходе проводимых ежегодно торгов. Депутат Алексей Никитин считает, подобную ситуацию, когда почти половина торговых мест невостребованы бизнесменами, искусственно создала городская администрация. Почему они невостребованы? Оказывается, на них были установлены экономически необоснованные цены. Может быть, гораздо правильнее было оценить экономическую эффективность той или иной точки. А лучше спросить предпринимателей, за какую цену они готовы там начать работу. На прошлом заседании изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов утвердить не получилось. Для принятия решения не набралось необходимое большинство голосов. На этот раз поддержать администрацию решили 26 депутатов. Семь проголосовали против и двое воздержались. Количество нестационарных торговых объектов в городе теперь должно заметно уменьшиться. В Чебоксарах создадут центр диспетчеризации общественного транспорта. Во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках будет установлена система ГЛОНАСС, которая позволит контролировать движение в городе. Кроме того, в единый центр будет стекаться оперативная информация о плановом количестве рейсов и соблюдении расписания, о точном следовании маршруту и числе перевезенных пассажиров. Народные избранники считают, что все это пойдет на пользу системе городских пассажирских перевозок. У нас не будет такого, что на одном маршруте, где должно быть 6 машин, а ездит всего лишь только 2, а на другом маршруте, где должно быть 5, их ездит 10. Мы не хотим, чтобы у нас в городе была вот эта безобразная езда наших маршрутных такси, которые друг друга обгоняют за то, чтобы воспользоваться правом быстрее посадить какого-либо пассажира. На депутатском поле замена игрока. Константин Степанов, представитель ЛДПР, ушел из Чебоксарского горсобрания в Госсовет Республики. На его место пришел другой молодой однопартиец, 27-летний Эдуард Петров. Удостоверение и значок он получил на прошлом заседании депутатского корпуса. В республике отметили день местного самоуправления. Праздник молодой, учрежденный только в 2012 году. Хотя его история берет начало еще с екатерининских времен. В Чувашии 317 муниципальных образований. Главы городов, районов, сельских поселений, а также депутаты собрались в филармонии, чтобы отметить лучших работников органов местного самоуправления. Если взять в целом и комплексно оценить работу органов местного самоуправления, я могу сказать это ответственно, потому что мы ездим, встречаемся с вами в разных аудиториях, в разных трудовых коллективах, выслушиваем слова благодарности, выслушиваем возмущения жителей. И нам важно вместе с вами иметь постоянно обратную связь. Когда мы постоянно находимся в диалоге с жителями Чувашской республики, всегда легче принимать управленческие решения. Глава Чебоксар Ирина Крементьева отмечает, сегодня горожане чувствуют открытость местных властей, а потому количество обращений в администрацию и к депутатам заметно увеличилось. Местное самоуправление – это самая близкая власть к людям. В первую очередь люди обращаются именно к муниципальным органам власти, это к депутатам, это к администрации районов и городов. И поэтому все вопросы, которые волнуют людей, а это вопросы, связанные с обеспечением тепла, с обеспечением чистых дорог, комфортных дворов, все это решает как раз вместе и депутатский корпус, и администрация районов и городов. Правда, бывает, что столичные властям недостают правовых возможностей, чтобы решить тот или иной вопрос. Поэтому органы местного самоуправления ратуют за расширение полномочий. Большая опора для чиновников ТОСы – это активные и неравнодушные жители Чебоксара, готовые на субботник выйти и дворовый праздник организовать, и даже пролоббировать решение вопросов по благоустройству. У нас в городе 58 ТОСов. Наша задача – это количество увеличить, потому что появились новые микрорайоны, и нужно уже увеличивать количество наших помощников. В праздничный день награды получили самые достойные работники органов местного самоуправления. Объявили и победители республиканских конкурсов. Так, лучшим главой муниципального образования стал Леонид Кошкин, глава Кельдюшевского сельского поселения Яльчиковского района. Лучший староста Владимир Никифоров живет в деревне Ураза-Косы Янчиковского района. А лучшим среди поселений признано Долгоостровское сельское поселение Батаревского района. Среди ТОСов победителем стало территориальное общественное самоуправление «Залив», которое находится в московском районе Чебоксар. В Чебоксарах стартовали весенние субботники с граблями в руках. На городские улицы вышли работники администрации, депутаты, общественники и студенты. Первая точка, которую привели в порядок – сквер имени Константина Иванова. Мне кажется, прекрасная традиция появляется в нашем городе, что мы привыкли говорить только о субботниках, субботниках. А есть еще и четверг, есть еще и пятница. Есть вообще целая неделя, когда мы можем приводить наш город в порядок. Мы можем ждать, конечно, как кто-то придет за нас, уберет. Но это неправильная позиция. Чтобы активистам работалось веселее, участников акции в этом году развлекали скоморохи. Песнями и музыкой поддерживали артисты. Мы решили по-новому подойти к организации субботников, потому что субботник – это праздник. Ирина Клементьева отметила, что и следующие субботники в городе планируют проводить также современно и весело. Эта акция, она, безусловно, важна, потому что это не только объединение горожан, да, вокруг какой-то общей цели, а еще и цель сама по себе благая. Когда мы живем в чистом городе, это же хорошо, это здорово. Все переживали вчера, что будет дождь, но погода за нас. Мы работаем все с удовольствием. Даже проходя мимо, люди видят это действие и просто включаются. В эту работу это здорово. В этом субботнике приняли участие около 200 человек, которые все вместе собрали почти 130 мешков мусора. Самая массовая всероссийская акция по уборке улиц пройдет 29 апреля. И чебоксарские депутаты приглашают горожан к ней присоединиться.